Я вас приветствую, мои не смешные. Да, я знаю, что ролики подобного формата надо выпускать подряд, а не через несколько месяцев, но что поделать, извиняйте, я крутился в блендере. Если вы, скорее всего, возможно, забыли, что мы здесь вообще забыли, или не знаете вообще, то рекомендую снова посмотреть первую часть. В прошлый раз мы остановились на том, что направлялись в Сильванию, но на нас устроила засада насекомого гоблинское войско, которое было успешно шлепнуто. После этого мы двинулись дальше и наткнулись на самый настоящий паровой танк. Ага, командор Бернхард, я Людвиг ван Обертох из имперской армии. У нас есть разрушение, не поможете ли вы нам? Я не механик. А в смысле, не постражите ли вы нас, пока мы будем чинить разрушение? Он понял, что ты сказал. Но не принимай серьезное выражение на лице командора близко к сердцу. В любом случае, что случилось? Людвиг ван Обертох сообщает, что они двигались в сторону неких разрушенных башен, чтобы отбить их у орков, но у танка случился отвал парового котла, их охрана была убита и они заперлись в танке, дожидаясь ухода орков. Он просит нас посторожить его, пока идет ремонт. Но тут снова вылезают орки. У экипажа парового танка случается буст морали и к началу битвы танк уже починен. На самом деле, в бою он еле едет. Стреляет, но косо. Наводчик, наверное, когда похлебку ест точно так же на 2 километра ложками мимо рта промахивается. Зато броня есть. Правда, учитывая вышесказанное, толку от нее нет. Также в этой битве был найден самый полезный магический предмет в этой игре. Это, грубо говоря, электрическое знамя. При его использовании ближайшего врага со стопроцентным шансом бьет несколько молний, что чаще всего заканчивается летальным исходом. Наконец, когда последний орк пал, Людвиг просит нас помочь отбить разрушенные башни, на что Бернхард соглашается, потому что это как раз по пути. И помимо танка к нам еще откуда-то подваливает два отряда пушкарей. Теперь у меня целая косоглазая артиллерийская батарея. Ну и что можно сказать о том, что происходило дальше? А дальше была душная баня. Банная душниловка. Пришлось открыть 10 форточек в доме, чтобы не задохнуться. Помимо непомерного количества наступающей орочи пехоты, на возвышенностях по классике стояли стрелки, баллисты, катапульты и они еще где-то мортиру откопали. А в игре, между прочим, дальность стрельбы зависит и от высоты расположения стрелков или орудия. Потому только я отходил от стартовой точки, по мне уже начинали лупить из всего, что я выше перечислил. Плюс им опять же, сраные скрипты, которые при достижении определенной точки выдавливали на поле боя еще несколько вражеских отрядов, а тут их и без того достаточно вылезает. Иногда мой великий стратегический гений приносил свои плоды и некоторые прорывы были успешны, но то маг отлучал орочего шамана от генинца, то еще кто-то сдохнет от катапульты. И даже танк тут особо не помогал. Ну он и в прошлый раз тоже не особо помогал, но тут он тем более не помогал, потому что его пробивали из баллисты. И спустя где-то час бесполезных попыток пройти уровень адекватно, я опять решил сидеть с самого старта на жопе, иногда посылая вперед кавалерию, чтобы они задевали триггеры и выманивали противников. Почти вся вражеская пехота шла маршем смертников под мою артиллерию. И наконец, спустя два часа сидений на спавне с упором на артиллеристов, страдающих косоглазием, у меня получилось устранить всю пехоту. И когда последняя баллиста пала в жестоком и смертельном бою... До смерти! Заряжай! Невероятно смертельно. Башни были взяты. Мы победители! Но победа была достигнута большими потерями среди моей армии. Флокелянт так вообще остался самоистязать себя во славу Сигмара в одиночестве. Но это не беда, ведь за бой нам отвалили достаточно денег, которые я потратил на восполнение потерь. На кабак, правда, ничего не осталось. Итак, отбив разрушенной башней уорков, к нам подваливает инквизитор Матиа. Снова. Мы, конечно, следуем в один пункт назначения, но все же у меня ощущение, что он нас маниакально преследует. Ха-ха! Бернхард, что ты здесь делаешь? Разминаешься с зелеными, пока мертвые окружают империю. Теряем время. Эй, ты! Стой, где стоишь! Итак, согласно распоряжению императора, я командую одним из подразделений, направляющихся в Сильванию. Что же мне выбрать? Пушки или мортиры? Как же быть? Не ты. Я выбираю. Я не стану болтать здесь с тобой. У меня неотложная миссия. Я должен отбыть немедленно. И он хочет отнять у нас присоединившихся к нам артиллеристов, но нам дается выбор, кого оставить у себя. Без раздумий я взял себе мортиру. Потому что, по ощущениям, ее расчет менее подвержен влиянию косоглазия, и выпущенные из нее снаряды ложатся в большинстве случаев рядом с целью. Возможно, потому что она стреляет по навесной траектории, в отличие от пушки, у которой помимо косоглазого расчета еще и походу лафет шатается. Что же, двигаясь дальше, мы наконец попадаем в Сильванию. Она, собственно, представляет из себя довольно-таки темное, во всех смыслах этого слова, место, с непомерным количеством болот, в которых обитает всякая нечисть, из-за чего местные жители крепко-накрепко запирают свои лачуги на ночь. Почти Питер. И нас уже встречает местная упырня в виде вампира, которому мои артиллеристы взорвали хату, из которой выпал меч. Здесь я впервые узнал, что всякие предметы дропаются не только из противников, но и из окружающего окружения, если с ним правильно взаимодействовать, а точнее шмальнуть из пушки. И вооружившись этим знанием, я подумал, а может в каком-нибудь из этих деревянных сараев тоже что-нибудь спрятано? Ну и обстрелял один из них из пушки. Неловко вышло. Также здесь на уровне появился новый тип нежити. Не просто скелеты, а духи скелеты в балахоне и с косой. Они неплохо так косили моих чувачков, а сами достаточно долго откисали. Как я прочитал на англоязычном фан-сайте по игре, из-за того, что они нематериальны, победить их можно только магическим оружием или обращением в бегство. Так как магического оружия у меня не было, пришлось устрашать врага тем, что есть. Немытыми ногами моих воинов. Дойдя до Драконхоффа, мы встречаем Матиаса, опередившего нас на этот раз. И он уже обследовал Драконхофф один. Лично я бы побоялся бродить по замку, который принадлежит вампиру. Но у этого чувака яйца, видимо, сделаны из грамрила. И в общем, в замке он нашел лишь графиню. Граф Апсос оставил ее одну в замке, а сам куда-то смылся. Матиас говорит, что он нашел какой-то проход под замком, и, скорее всего, граф там. Клаус опечаливает нас, что, к сожалению, пушки в проход не пролезут. Ну, собственно, и ладно, невелика потеря. И перед началом битвы показывается катсцена, где мертвецы что-то копают. Этот сраный вампиришка заставляет людей работать даже после их смерти. Большее злодейство трудно себе вообразить. И мы подошли как раз к тому моменту, когда он отыскал жемчуг Морслиба. В какой-то момент битвы он даже почувствовал плюс морали и решил, что его меч здесь самый острый. Пошел в ближний бой, за что был быстро наказан ударами цепных Боргенштернов. Заряжай! Освободив мертвый пролетариат от гнета буржуазного кровопийцы, да и в целом от их незавидной пролетарской участи, возвращаемся в Альдорф. Я рад снова видеть тебя, командор. Там супервайзер рассказывает, что камень, который мы отбили у вампира, мог усилить ужасного короля, поэтому мы крутые молодцы. Император выражает нам дополнительный респект за спасение графина... Графина. За спасение графини и нас отправляют за рукой Нагаша. Он сказал направляться в Кислёв, а заодно заглянуть по пути в Тулабхейм. Инквизитор Матиас, услышав о Кислёве, заорал, что это город богохульников, и он не отпустит нас туда одного. Кизлев! Город еретиков! Куда богохульника вроде Бернхарда нельзя отпускать одного. Я поеду с ним, и буду по дороге давать ему мудрые советы, чтобы он не сбился с пути истинного. В конце концов, это моё призвание. Поэтому он увяжется хвостиком за нами. На полпути к Тулабхейму нас останавливает Огр, говорящий, что дорога впереди типа затоплена, а он знает короткий и чистый путь до Тулабхейма. Так как времени в обрез, мы приняли его предложение. Я на самом деле не понял, что он говорит. В переводе это вот это. Это имя человека, которого я любил. Теперь он мёртв, но я готов сделать всё, чтобы доказать, что это имя заслуживает доверия. Если вам нужен проводник через город мёртвых, то вот он я. Доверьтесь мне, не все призраки придерживаются зла. Я вам нужен. Я посмотрел, что он говорит в оригинале и не понял ещё больше, потому что у этого Огра концентрация Бритиш в его говоре почти максимально. Пришлось в буквальном смысле как-то расшифровывать это. Пройдя дальше, мы попадаем в засаду зелёных, и Матиас сразу начинает возмущаться, что это всё большая пустая трата времени, но командор Морган Бёрнхард ставит этого додика на место. Это бесполезно, чёрт возьми, это бесполезно, и отвечаешь за это ты, Бёрнхард. Тогда садись и пиши рапорт, пока мы будем драться. Нас атакуют прямо сейчас. И теперь мы можем наконец посмотреть на Огра, в который выглядит как панки. Нет, реально, самые настоящие панки, они неплохо так стукали. Сама же засада у Орков не удалась. Огры в три рыла быстренько раскидали подлёнышей с флангов. Орта хорошенько поработала доставщиком звездюлей через реку, да и вообще интересный уровень получился, я бы даже сказал динамичный. Поскольку Орки наступали из каждого куста, и постоянно приходилось перемещать камеру и переключаться между отрядами. А делать здесь это не очень удобно, поэтому я знатно так попотел. Отбив Орочью атаку, двигаемся дальше, чтобы услышать абсолютно бессвязный диалог. И насколько? Думаете мы не люди? У нас есть командир, и он человек. Он говорит нам, что делать. И что бы вы ни думали, это правда. Да. Его имя. Молодцы. Возможно причиной стал очередной бритиш момент в оригинале со стороны Огра. Если я понимаю только половину из того, что он говорит, то думаю бедные чельки, севшие 20 лет назад переводить это по русско-английскому словарику, понимали ещё меньше. The chief thought you might like fancy having a go on yourself, м? В общем Огра говорит, что у него есть командир, бандит Юрген Мац. И этот Юрген Мац приказал вывести нас к урочьему лагерю, в котором находится много денег. И много орков. Поэтому ему нужна наша помощь, чтобы этот лагерь ограбить. Маттиусу это дело не понравилось, и он слинял. Что это? Бог ты мой. Вы слышали это? Вы слышали это? Клаус, ты слышал? Нет, я не желаю участвовать в этом. Я бросаю вас. Прямо сейчас. До свидания. Ну и кто же теперь будет защищать нас от кислёвских богохульников? Собственно перед нами встаёт выбор, помочь или двинуться дальше. Я естественно решил помочь, потому что кошелёк сам по себе не наполнится. У нас полно времени, и у нас много денег. Мы атакуем этот лагерь. И тут у нас начинается достаточно интересный по идее уровень. В лагере орков находится несколько сундуков с золотом, которые гоблины тут же хватают и устремляются с поля боя. Догнать их и отобрать золото не ставится целью задания, но это как раз то, зачем мы здесь. После того, как я поймал гоблиносов, отобрал у них золото, поджук их палатку и зажал врагов в их йога-корной пещере, из леса выскакивает кавалерия орков на кабанчиках. Начинается жёсткий замес панков и ядрёных кабанов. Под конец из своей пещеры вылезает главный орк всех орков в шаманских одеяниях на гало и говорит. Очень красноречивый ответ на меч в брюхе, я считаю. Ещё после боя артиллеристы в очередной раз проявили свою невероятную меткость. После боя Мац уходит, даже не поговорив с нами, но зато к нам присоединяются огры. Ты сожалел, что мы остались сзади? Теперь мы будем впереди. Всегда! А дальше мы приближаемся к границам Кислева, где нас встречает... Командор Бернхард, я полагаю. Меня зовут Владимир Буревестник. Мне немного неясны попытки изображать акцент на каждом персонаже, у которого он есть. В оригинале Владимир Буревестник говорит по-английски с русским акцентом, а тут он говорит по-русски на американском гарикатурном акценте. И говорит он, что Зарина Катарина, правительница Кислева, послала его сопроводить нас. И не зря, ведь уже впереди нас встречают. Мы устроим настоящую заваруху. Готовьтесь! Бойня! Тут начинается лютая херня. Реально заваруха. Основное действие происходит на довольно узком склоне. Тут стоят сраные лучники, плюсом мертвичина на Баллисте, ну и конечно же скрипты появления противника прямо под жопой. Буквально. Куда же без них. Но это все же не помешало мне познакомить очередного некроманта с заклинанием мечу в брюхе. Доходим до Кислева, где нас встречает Зарина Катарина и опередивший нас Матиас. Я удивлен, что он так практически постоянно прибывает на место раньше нас. Как он обходит все те полчища мертвых и других врагов, которые на нашем пути вылезают каждые два шага. Наверное он просто сжигает своим снобизмом все на пути. Тут нам поясняет, что рука Нагаша это не в буквальном смысле рука Нагаша. Это один из его последователей, сильнейший некромант, настолько хорошо служивший Нагашу, что был прозван его рукой. Но однажды он был повержен и заключен во льдах вместе между страной троллей и пустошами Хаоса, куда сейчас стаскивается нежить, чтобы возродить его. Ну и отправляемся на поиски. По пути Морган встречает своего какого-то старого знакомого Эрика Рагнера. Сколько лет, Эрик? Много ли троллей ты заколбасил с тех пор, как мы не виделись? Ха-ха-ха! Далеко недостаточно. Но мы прикончили нескольких. А что тебя привело в эти холодные края? Эрик говорит, что если мы поможем ему разобраться с троллями, то он поможет нам в дальнейшем. Войска никогда лишними не будут, потому я решил ему помочь. Теперь нам предстояло зачистить всю эту ледяную полянку от троллей. Хочу сказать, что это были довольно сильные противники. Они не только эффективно дубасили мою пехоту, но еще и постоянно троллили ее, от чего мои челики убегали прочь. Но, как известно, толпою троллят даже тролля. Ладно, быстро заканчиваем тут с троллированием троллей, и Эрик, как и обещал, присоединяется к нам. Мне было приятно снова увидеть кровь, но этого мало. Можешь командовать моими людьми. Дальше нас поджидает очередная засада, очередной душный уровень, где, по задумке разработчика, возможно, наверное, нужно как бы штурмовать противника. Но легче всего просто загреть его к себе на спавн. Как вы, наверное, уже заметили, здесь много таких уровней. Конкретно на этом уровне основной проблемой было то, что проходы здесь невероятно узкие, а отряды не умеют проходить сквозь друг друга. Очень долго перестраиваются, и иногда поворачивают, как гребаный камаз. После боя показывается катсцена, в которой некий лысый некромант что-то ищет, и находит то, что искал. Тысячелетнего мертвеца с таким перегаром, что его аж видно. Именно здесь игра раскрывается как головоломка, не в том смысле, что она заставляет решать какие-то загадки, в том смысле, что она бьет тебя головой об стол. Здесь, логично, дохера нежити. Даже некромантов здесь два, а не один, как обычно. Но с ними проблем не возникало, потому что они легкомысленно подставлялись под удар и просто стояли в чистом поле. Молвят, некромант остановит огненный шар на лету! Тебе не пробить мою антимагическую защиту, коченный пироманьяк! А как насчет огненного луча? Стой, что подожди! Сахуярю! В атаку! Как всегда, нет смысла двигаться с места, строить какие-то убер-суперпланы, противники тупо превосходят в количестве и силе отрядов, потому я стоял на этом сраном холмике. Когда противники переставали наступать, я начинал движение в дело, опять вступали скрипты, спавнившие кучу нежити. Ну и самый главный кусок дерьма был дыга на колеснице, тот самый нагашевый рук, который еще и магичит свою магию магическую. Конечно, самым сложным испытанием было просто добраться до него, но и он тоже был довольно-таки занозой. Мои воины две минуты пытались скастовать на него заклинание меч в брюхе, целых две минуты! Но все же каст прошел успешно, и он был повержен. Этот уровень стоил мне последних нервных клеток. Что ж, возвращаемся в Альддорф. Нам опять говорят, молодец, вот тебе еще и респект, и отправляют в Бретонию, где все картавят, рыцарствуют, рыцарствуют и картавят, а кто не достоин титула рыцаря, просто картавят. Там нам необходимо будет найти и кокнуть рыцарей Черного Грааля. Ну и Матиас опять начинает свое инквизиторское. Про Бретонию. Бретония заполнена ведьмами и колдунами, которые избили Бернхарда с толку. Сколько я таких Бернхардов сжег на кострах. Ух. Надеюсь. Я не поленюсь, и отправлюсь в Бретонию лично, чтобы посоветоваться с лучшими из охотников на ведьм, и выяснить, как разобраться с этой проблемой. Делай все, что хочешь. Я буду делать то, что должен. Ясно? Двигаемся в Бретонию, встречая по дороге нашего знакомого двор Фаасгуза, который присоединяется к нам на этот раз навсегда. Привет, командор. Рад видеть тебя снова. Я слышал, ты будешь здесь. И знаешь, я не отказался бы присоединиться. И попадаем в столицу Бретонии, где король отправляет нас в музеон. И говорит он, кстати, без акцента, что странно, учитывая любовь переводчика к различным акцентам, потому что в оригинале у него лютый французский акцент. Также он дает нам бретонских рыцарей, которые будут сопровождать нас, пока мы находимся на территории Бретонии. Двигаясь к музеону, нас встречает лесной эльф. Он просит нас, чтобы мы встретились с его эльфийским королем. Ну и поскольку мы же все-таки такие крутые борцы со злом, возможно, этот челебасик отвалит нам отрядик другой для борьбы со злом. Отлично. Я отправлюсь к королю. Отлично. Я присоединюсь к вам в вашем путешествии. Надеюсь, это не слишком опасно. О, он еще не знает, насколько сильно ошибается. По пути находим армию некроманта. Он там что-то какие-то штуки мутит с каким-то столбом. А ну иди сюда, некромант. Сейчас я тебе покажу свое любимое заклинание. Кстати, у нас же теперь в одном отряде эльфы и дворфы. Которые, как известно, друг друга недолюбливают. Это даже было отражено геймплейно, когда дворфы замедлились, лишь бы не помогать эльфам в сражении. А помощь им действительно бы пригодилась. Посмотрите, как они смешно тыкают со своими палками. А-а-а, помогите, нас тут пиздят. Сейчас, сейчас, уже спешим. Нельзя побыстрее. Мы двигаемся изо всех сил. Ищерные торчки, вы же буквально стоите на месте. Эй, да выебываешься. Я сейчас запишу тебя в свой... блокнотик обид. Тебя записать под... Ёбаным пердоматом срока сраком или под... Блехъеблеёбаным сдуном. Блядь, да я не знаю. Запиши... Запиши под ёбаным пердоматом срока сраком и помогите мне, сука. Понял. Записал. Запиво! После тяжелой битвы возобновляем движение и прибываем к королю лесных эльфов. Он дает нам знания. По типу волчьих цитат. Типа, сильный не тот, кто сильный, а тот, кто сильный, Морган, ты должен быть тем, кто сильный. И всякое. Ну то есть максимально бесполезный диалог, но зато к нам присоединяется отряд эльфов и лучников. Затем мы натыкаемся на... Деревянный человек использует духов леса, чтобы не пропустить мёртвую армию через лес. Мудрое дерево? Поделись своей мудростью. Слушай, Морган, мне нравятся деревья так же, как и любому другому человеку. Но у нас есть свои дела, а мы торчим в этом лесу, пока мёртвые бесчинствуют в городе. Поскольку я, как и любой другой человек, тоже люблю деревья, я решаю помочь мудрому дереву. Теперь у нас буквально есть дерево в отряде. Посмотрите на его гигачадовскую походку, да только взглянув на него, мертвецы должны падать замертво, настолько он крут. Правда, всё же одной крутостью тут не справиться, над этим уровнем пришлось немного попотеть. Это опять сидение на спавне, но уровень, по крайней мере, рассчитан на то, чтобы мы сидели на спавне. Тут предстоит опять отбивать бесчисленное множество нежити, которое идёт с двух сторон. Это не было особо трудной задачей, потому что мы находимся на возвышенности, и стрелки могли стрелять по противнику, который находился вообще в другом конце карты. Также особенно отличился огнетушитель, который сделал чуть ли не всю работу. Но иногда мешал некромант, который телепортировался прямо в середину, кастовал какое-то говно и телепортировался обратно на сраный холмик. Когда я всех перебил, и противник перестал появляться, оставался лишь этот самый сраный некромант, который вообще потерял страх, и теперь даже не пытался как-то мансить. Он пошёл в лобовую, за что и поплатился. «Панки пиздят колдуна» звучит как название для песни. «Панки пиздят огры колдуна, дубиной забивают, а в тём бледный и морёк они не понимают». «Мы победители!» Защитив лес деревянного человека от нежити и испробовав на некроманте новое заклинание «Дубина по башке», двигаемся дальше, и нас пытается ограбить какой-то челик, который впоследствии узнал, что перед ним светлый лик Моргана Бёрнхарда, решает к нам присоединиться, после чего происходит диалог преисполненный смысл. «Стоять! Жизнь или кошелёк?» «Боже мой, и они рассказывают мне сказки про непобедимую армию, которой руководит кто?» «Командор Бёрнхард». «О, кого я только не грабил!» «Ты что, шутишь?» «Конечно, безусловно, я слышал о командоре Бёрнхарде. Я очень интересуюсь деньгами. Скажите, могу я сделать вложение в вашу армию, так, чтобы это принесло прибыль?» «Как твоё имя?» «Стефан Вайс!» «Восхищён твоими нервами, Стефан Вайс. Не многие так могут». «Мне кажется, там много денег внутри!» «Возможно». «Значит, да!» «Отлично! Падает!» «Вперёд!» «Затем встречаем Матиаса!» «О, вот и неприятности!» «Почему ты здесь?» «Ты не должен был здесь оказаться!» «Не должен!» «Боже мой, сколько лет я ждал!» «Ты не представляешь!» «Годы!» «Века!» «Убирайся в Мусалон!» «Ты должен быть там!» «Там, а не здесь!» «Убирайся!» «Понял?» «Ты потерял больше половины дня на это сражение, Морган!» «Я мог дать тебе лучший совет!» «Я распоряжаюсь нашим временем!» «Только я!» «Больше никто!» «Ясно?» «Новый рапорт!» «Мертвецы впереди!» «Мертвая армия!» «Они действительно мертвы?» «Ну, я в смысле денег!» «Может быть, их родственники захотят их похоронить?» «Это же стоит несколько монет!» «Или нет!» «Блин, этот чувак буквально комедия!» «И что можно сказать о присоединившихся к нам челиках?» «Это уникальный отряд кавалерия с мушкетами!» «За счет своей скорости они могут эффективно обстреливать пехоту противника, но брони у них нет!» «Еще на этом уровне сраный некромант постоянно телепортировался практически в упор и накидывал своими заклинаниями, но на это у нас было чем ответить!» «Познакомьтесь с заклинанием «Стрела в печень, некромант не вечен!» «Еще у огнетушителя появился каст буквально метания метеорита, который, к сожалению, по эффективности был практически ранен косоглазой артиллерии, но все равно неплохо!» «Ближе к концу боя на этом уровне остались только те чувачки на горбатом холмике, находящиеся под прикрытием артиллерии!» «Посылать в ближний бой чувачков против превосходящих сил противника ну такое, потому я люто замансил новоприбывшими стрелками молодцами!» «Ну, почти замансил!» «Добив арту, немного портим чужое имущество в поисках магических шняк и опа!» «Это какой-то шлем, дающий отряду иммунитет к огненным атакам!» «Полезно, учитывая косоглазость огнетушителя!» «Передислоцируемся в музеон, где находятся рыцари черного Грааля!» «И здесь, опять, да, уровень в стиле высадки в Нормандии, но уже с двух сторон постоянно прибывающим противником и скриптами!» «По этому делал у нас ответ один!» «Обузим тупость игрового интеллекта!» «Не буду особо никак описывать этот уровень, как всегда противник наступал, а я стоял на спавне!» «Скажу лишь, что в процессе были потеряны огры Панги, земля им горшком!» «Я как-то, к сожалению, упустил момент их смерти!» «И рыцари черного Грааля на поверку оказались полными ложками, хотя говорили, что даже целые армии не могли их победить!» «Артиллерия, метеорит, электрическое знамя плюс легендарное заклинание Меджев Брюха сделали свое дело!» «Теперь мы ликвидировали все, чем мог воспользоваться ужасный король, чтобы увеличить свою мощь!» «Это действительно был пускай и довольно статичный, но тяжелый бой, и внешний вид Моргана это подтверждает!» «Денег, которые были заработаны, едва хватило на восполнение потерь, и то отряды оставались неполными!» «Также еще раз помянем Огров Панков, до последней битвы оставалось недолго!» «Остатки бретонских рыцарей нас покидают, а мы возвращаемся в Альдорф!» «Император в очередной раз говорит, какой мы молодец, крутой и вообще самый классный чувак, которого он когда-либо видел!» «Нам даруется паровой танкокотел и меч Драквал, который наносит двойной урон нежити!» «Андоры отправляют сраную пустыню на другом конце вселенной, к Черной пирамиде!» «Оказывается, кастсцена, в которой вся наша армия, собственно, проходит этот путь без каких-либо препятствий, каждые два шага!» «А я напомню, мы направляемся к ужасному королю, который сейчас там новый король из мертвых!» «Типа их, наверное, должно быть вокруг немеренное количество, но мы просто маршируем!» «Пришло время заколбасить этого гада!» «А вообще у меня вопрос, все это время этот величайший некромант, ужасный король, пока мы бегали по всему континенту, он просто сидел здесь?» «Я подозреваю, что в той начальной катсцене его этот крик значил что-то типа...» «Вы там, короче, бейте живых, смерть живым, да там, ну как всегда, а я пойду еще посплю!» И, соответственно, без управления все его приспешники проиграли нам, а проснулся он опять только сейчас, когда почувствовал, что мы подходим. Ну и, собственно, начнем? Хочу сказать, что это довольно-таки жопоразрывательный уровень, потому что здесь присутствуют мумии. Это, можно сказать, аналог духов скелетов с косами, но духов скелетов с косами хотя бы можно было обратить в бегство. Эти же засохшие куски говна, обернутые туалетной бумагой, неубиваемо необратимые в бегство. Я залез на тот же фан-сайт по игре, и там написано, что мумии уязвимы к огню. Но это, собственно, и логично, но это вранье чистой воды. Им даже на огонь насрать, даже когда они прямо в нем находятся. При этом всем они наносят просто охеренно большой урон и постоянно пускают моих бойцов в бегство. Странный телепортирующийся некромант постоянно кастовал какую-то фиолетовую шнягу, которая постепенно аннигилировала находящихся в ней чувачков. В общем, примерно полтора часа я выстраивал различные стратегии, в основном просто хотя бы пытаясь найти способ убить этих мумий, которые появлялись вначале. Даже меч, который нахваливал император, типа его сковал какой-то там крутой кузнец, он такой против нежити крутой, прямо ну такой. Не помогал этот меч. По итогу я вспомнил, что у меня есть гребаный танк, и я открыл для себя вот эту кнопку. При ее нажатии отряд входит в неконтролируемую атаку, это когда отряд ускорялся навстречу противнику и входил в бой. По сути, в ней не было смысла, потому что отряд и так сам входил в бой при сближении с противником. Но в случае с танком, который не может атаковать в ближнем бою, но зато может давить, эта кнопка стала очень полезной, потому что при ее нажатии танк проезжал несколько метров на повышенной скорости и давил. Теперь основная тактика состояла в том, чтобы просто давить танком всех этих говнорей и мансить остальными войсками. Но для начала все же стоило обезвредить ужасного короля. Потому было решено послать танк на прорыв, сквозь две баллисты, некроманты и кучу стрелков. Первая попытка не увенчалась успехом, но вторая... Здесь как раз пригодился Владимир Буревесник. Он остался с нами еще с Кислева, но я им не особо пользовался, потому что мне вполне хватало огнетушителя. Но на этот раз его заклинания были более чем полезны. Он морозил мумий, чтобы мой танк спокойно переезжал их, накладывал антимагические и антистрелковые штуки, чтобы ни некроманты, ни стрелки не могли задамажить танк. И, собственно, результат на земле. Эй, чувак! Знаешь этого? Ужасного короля! Ну? Ну ничего, проехали. Трэд проиграл! Величайший ужасный ужас этого времени был раздавлен танком. Он пытался убежать, но тщетно. Но на этом миссия не закончилась, теперь предстояло познакомить оставшихся двух некромантов с моим любимым заклинанием, а всех остальных передавить. Ну, слушай, чё-то он недолго продержался. Блин, чувак, его буквально раскатали танком в блин! Тоже верно. Ну чё тогда? До следующего повелителя мёртвых? Лет это через тысячу? Ага. А, когда мне сотку вернёшь? Свалочь! После миссии нам показывается синематик, где Морган находит полумёртвого короля мёртвых и добивает его, после чего тот умирает. Наверное. Может ли король мёртвых умереть? Надеюсь, его труп закопают очень глубоко. И на этом всё! Спасибо всем тем, кто поддерживает видео на Бусти, заводской зарплаты мне не хватает, а также тем, кто принял участие в озвучке и создании некоторых приколов, конкретно Курощупу, Егору Фролову, Кириллу Иванову, Андрею Чилибийскому и творческому дуэту Бузи Снеллы и Пив Султана за небольшой отрывок песни про панков и колтуна. Все ссылки на них будут в описании. На этом я с вами прощаюсь. Скорее всего, ещё на месяц. Надеюсь, что сделаю новое видео быстрее. Может не быстрее, может через два менее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok